Вы смотрите Вестник Северодвинска и мы продолжаем. Продавшему наркотик северодвинцу грозит до 12 лет лишения свободы. Сегодня состоялось заседание суда. Мужчина сбыл соль лишь единожды. Из-за того, что дома она ему была не нужна. Сделку северодвинец воспринял лишь как способ заработать, а после сам пришел в полицию. В зале суда побывала Наталья Аскерка. Ненужный дома наркотик посадил северодвинца на скамью подсудимых. Сегодня в городском суде началось рассмотрение дела о сбыте синтетической соли в особо крупных размерах. и являющейся наркотическим средством общей массой 0,583 грамма. 45-летний мужчина приобрел соль через интернет несколько лет назад. Тогда вещество еще не считалось запрещенным. Северодвинец сам употреблял наркотик, однако вскоре перестал. Остатки порошка так и остались дома. Через пару лет мужчина решил сбыть их за 2000 рублей. Впрочем, в суде об этом рассказывать отказался. Я четкий, конкретный вопрос задаю. Моказания будете давать? Да, нет? Нет, не будете. Киаса. Преступление относится к категории преступления особо тяжких. Предусмотрена мера наказания в виде лишения свободы. Срок по санкции статьи от 5 до 12 лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей, либо без такового. Это еще ограничение свободы предусмотрено как дополнительное. Страна обвинения будет просить, скорее всего, реальную меру наказания, материального лишения свободы. Сейчас Северодвинец надеется на смягчающее обстоятельство, ведь он явился в полицию с повинной и полностью признал свою вину. Также мужчина воспитывает двух несовершеннолетних детей, а сделку с продажей синтетического порошка провел лишь единожды. Наталья Аскерка, Анастасия Рябченкова, Вестник Северодвинска. КАМАЗ на дороге помешал легковушке добраться до Онеги. На 37-м километре от Северодвинска произошло ДТП. Водитель автомобиля «Жигули» не справился с управлением и вырезался в стоящий на обочине тяжеловоз. Подробности этого и других происшествий в рубрике «Протокол». 60, 40, 20. Крутой поворот, КАМАЗ, лобовое столкновение. Так закончилась поездка водителя ВАЗ-21099 в Онегу. В 10 часов утра вблизи реки Пележма произошло ДТП. За рулем легковушки оказалась женщина. Водитель автомашины ВАЗ-2109 двигалась по Онежскому тракту со стороны города Северодвинска в сторону города Онеги. В районе 37-го километра, не учтя состояние дорожного покрытия, не справившись с управлением транспортным средством, допустила наезд в настоящую автомашину КАМАЗ. В результате чего причинила механические повреждения обоим транспортным средствам. Дорожные рабочие устанавливали ограждения. Они-то и помешали торопливому водителю добраться до Онеги. Перелом ребер и ушиб грудной клетки. Такими повреждениями отделалась водительница ВАЗа. Вначале задымилась машина, мы испугались тут, забегали. Вынуть мы ее не смогли, сиденье назад отодвинули, чтобы ей полегче было. Вызвали МЧС, скорую, ГАИ и ожидали всех. Женщина-начинающий водитель. Стаж один год. Правда, по неподтвержденной пока информации, права на вождение она так и не получила. Только дым и пепел. Это все, что осталось после гостей интернет-клуба. Полиция вновь нагрянула в игорные заведения. В этот раз они посетили павильон на Ломоносово 71А. Соответственно, 13 сентября и 17 сентября текущего года сотрудниками МВД России по городу Северодвинску были проведены плановые мероприятия по посечению деятельности точек игорного бизнеса, в ходе которых было изъято 3 единицы игорного оборудования. По статистике, за год таких точек закрыто 35, а общая сумма штрафов свыше 8 миллионов рублей. За последнюю неделю полиция нагрянула в два игорных заведения на улицах Ломоносово и Плюснина. По решению суда владельцев ожидают штраф от миллиона рублей. Похитили деньги, а аппаратуру не взяли. В студию звукозаписи проникли воры через окно. Не смутила злодеев даже решетка. Ее названные гости попросту спилили. Общая сумма ущерба составила 10 тысяч рублей, а вот дорогостоящую аппаратуру преступники брать постеснялись. Этот плащ надолго останется в сердцах полицейских. На спасение животных минувшей ночью выехали блюстители порядка. С пятого этажа дома на Морском 20 были выброшены щенки. Один погиб, а вот жизнь второго пока остается под вопросом. Герои войны и передовики производства. Советская эпоха застыла на холстах бывшего матроса. В Архангельске открылась выставка художника Дмитрия Свешникова. В этом году мастеру исполнилось бы 100 лет. Яркие образы ненецкого народа покорили строго европейской жюри. Картина «Хозяин тундры» принесла Дмитрию Свешникову бронзовую медаль на выставке в Брюсселе. А в Дрезденской галереи хранится оригинал картины «Учительница Лаптандер», которая до сих пор привлекает внимание своей самобытностью. Перед музеем стоит очень большая и серьезная задача по возрождению интереса к творчеству художников, которые, наверное, это будут не громкие слова, а которые создали славу архангельского искусства не только в масштабах Севера, но и в масштабах России. На выставке около ста работ, картин, эскизов, рисунков. Свой творческий путь Дмитрий Свешников начал матросом на Северном флоте. Персонажи его картин – герой Великой Отечественной войны, передовики производств. Его произведения отличаются точностью в передаче настроения взрослых и детей, их чувств и переживаний. Выставка продлится до Нового года. Вестник Северодвинска о спорте. Открытый кубок города прошел в минувшие выходные. 58 гонщиков из четырех городов области вышли на старт второго финального этапа. Подробности в нашем видеосюжете. Мокрый асфальт и лужи на трассе этим гонщикам не помеха. В Северодвинске прошел второй финальный этап открытого кубка города по велоспорту. На старт в Якринском бару вышли 58 спортсменов из Северодвинска, Архангельска, Новодвинска и Мирного. В дорожно-туристическом классе на дистанции 10 километров участвовали 30 гонщиков. В разных возрастных группах лучшими стали северодвинцы. Первый раз участвовал, поэтому немножко тяжеловато было, особенно на втором кругу. Так еще воды много, так все в лицо летит. Ну так результат вроде нормальный для первого раза. Около, может, 17 минут, может, 17 с небольшим будет. Васю Соснина пытался загнать, но пока не получается. Не получилось и у остальных. Василий Соснин приехал первым. 10 километров он прошел за 16 минут 12 секунд. Он же по итогам двух этапов в своем классе взял кубок Северодвинска. В классе гоночно-шоссейных велосипедов заявку на участие подали 23 человека. Дистанция 20 километров. Лучшее время показал Михаил Денисов из Мирного. 30 минут 37 секунд. По итогам двух этапов он завоевал кубок Северодвинска. Вообще не ожидал никакого выигрыша, потому что я офицер, служу. Сейчас не было никакой возможности тренироваться, поэтому без тренировок приехали. Просто так, закрыть сезон, так сказать, получилось, что выиграли. Но не лучшее время, время плохое. По словам главного судьи соревнований, председателя Федерации велосипедного спорта Северодвинской Архангельской области Александра Шубина, участие в гонке сильных спортсменов из других городов добавляет состязанием азарта и делает борьбу между велосипедистами более захватывающей. На Ягринском стадионе состоялось первенство России по футболу среди команд третьего дивизиона. Встретились Беломорец, Северодвинск и Метеор Автова из Санкт-Петербурга. Первенство России по футболу складывается неудачно для обеих команд. Этот матч стал не решающим, но принципиальным. В первом тайме на 36-й минуте счет открыл Сергей Галушин из Метеор Автова. 1-0 в пользу гостей. До конца тайма Беломорцу отыграться так и не удалось. Во вторую 45-минутку северодвинцы провели мощный прессинг. Ответный гол в ворота питерцев забивает Илья Ульянников. Счет становится равным 1-1. Второй тайм соперник поддавил. Габаритные ребята здоровые. Подавали, часто навалы были, тяжело нам наверху было с ними играть. И вот пропустили. Там, можно сказать, с навала. Беломорцу забить еще один гол не получилось. А уже на последних минутах северодвинцы пропускают еще один мяч. У нас немножко опыта не хватает в плане таких игр. Когда надо где-то добавить, где-то успокоиться. И мы из этого можем пропускать мячи. У нас характер все время. Мы отыгрываемся, все время пытаемся играть в атакующий футбол. Чтобы интересно было болельщикам и всем зрителям. Игра закончилась со счетом 2-0 в пользу Метеора Автова. Теперь Беломорца ждет финальная игра с Севмаршем в первенстве города по футболу. Дмитрий Ефимов, Андрей Синачин, Вестник Северодвинска. Сегодняшний день запомнился городскому телевидению еще одним событием. Телерадиокомпанию «Северодвинск» с неофициальным визитом посетили первые лица города. Мэр города Михаил Гмырин и спикер городского парламента Владимир Милюхин. В новом помещении, где не так давно получила прописку телерадиокомпания «Северодвинск», глава администрации и председатель Совета депутатов проверили современный ремонт и условия, в которых работают тележурналисты. Гости дали высокую оценку потенциалу городского ТВ. Во время неформальной встречи первые лица города пожелали телередакции максимальной объективности в сюжетах, а также больше хороших и позитивных новостей. Продолжение следует...